Всем привет, друзья! Сегодня я хотел вам про чай рассказать, про Улун и Пуэ, сколько лет назад они появились, и хотел вам заодно показать свою площадь города Улан-Удэя, как это все здесь отреставрировали, сделали, уже получается, все скульптуры все сделали. Эту скульптуру, ну днем все смотрится очень красиво, там еще, кстати, каток какой-то сделали, сейчас я туда залезу, посмотрю, очень красивый каток, написано, я люблю Улан-Удэ, с Новым Годом, всех, друзья, с Новым Годом, счастья, здоровья, любви, чтобы любовь у вас была. Там олени сделали, получается. Вот такой здесь каток у нас очень классный сделали. Пока нельзя, еще вроде бы работы идут. Сегодня погода нормальная, теплая, не холодно. Очень замечательный прям каток, вот претензий вообще нету, я люблю такой каток. Вот прям как надо, все сделали, вообще красиво. Вот с той стороны будет вход, где там красными заставлено, оттуда будет вход, и он написан 2021. И бык нарисован ледяной. Я думаю, каток вообще классный сделали. Для тех, кто любит кататься на коньках, это будет, конечно, шикарным подарком, потому что, ну, вообще каток вот идеальный, там, лед такой вообще идеальный. Ну, прям одно будет удовольствие на нем кататься, я думаю. Вот там даже вертолет какой-то ледяной сделали, сейчас я вам покажу. Вот, друзья, такой вертолет сделали. И, кстати, еще вертушка, походу, будет ночью крутиться, будет светиться разными цветами. Ну, просто светится, будто и вертушка будет крутиться этого вертолета. Потому что там я вижу, что провода на нем находятся, два фонарика. Вообще классный сделали. Да, супер, конечно. А я сейчас, друзья, направляюсь в Марка Пола. Находится на Коммунистической, 46. Рядом с площадью почти. Протестирую два чая, расскажу вам, расскажу, может, немного про чай. Чтобы вы знали. И протестируем чай. Может быть, что-нибудь еще, кроме чая, закажем. Ну, то есть чай там очень дорогой, это дорогой сорт чая, очень дорогой. Прям вообще. Вон там самовар такой классный сделали. Вон дети гуляют, играют. И смотрите, какой самовар сделали, вообще классный. Семейского стиля самовар такой вот идет. Вот сегодня погода классная вообще. Не холодно, вообще потепление какое-то глобальное наступило. Но сегодня минус 17, ощущается, как будто бы минус 10. Вот здесь лошадь такую сделали. То есть в этом году, я хочу сказать, скульптуры на площади сделали намного лучше. Вся прям вот вырезная работа, детальную работу они проделали вообще полосами. Смотрите, аж каждую мелочь все, все как бы вырезали. То есть, ну, это, конечно, очень, очень тяжелая работа. Кстати, вот такой нам домик сделали. Это типа в виде башни. Очень красиво все сделали. Всяли с Новым годом, 2021 год. С двух сторон сделали вот такой вот домик. Для красоты. Супер. Два гиса вот у нас. Ну, то есть, в этом году, вот, даже смотрите, там какие-то дома сделали. Я не знаю ни для чего, сейчас сходим посмотрим. То есть, я хочу что сказать, что в этом году площадь украсили в миллион раз лучше. Елка тоже получше. Да, елка побольше стала, попросивее. Здесь, знаете, что на площади мне нравятся? Такие вот ели стоят. Ели или сосны, это что я точно не знаю. Ну, ели, наверное. На сосны они не похожи. Ну, то, что мне всегда площадь нравилась, то, что вот так вот все украсили. А, здесь мы такие лавочки, вот, сувениры продаваться. Там еще что-нибудь. Фейерверки, наверное, разные. А, да, он там фейерверки даже продают. То есть, ну, вон, ледянки даже продают. То есть, все, короче, хорошо сделали. И сразу фейерверки, и ледянки, и все здесь продается на площади. И сувениры можете купить. Если, например, турист приедет, ему надо будет сувенир купить. Там матрешки, кстати, продаются у нас. Ну, чисто русский сувенир, это матрешки. Горок, вот вообще, вот эта горка мне нравится. Большая, вообще классная горка. Вот здесь такая маленькая горка для маленьких детей. Тоже классно сделали, вот, смотрите. Прямо все хорошо сделали. Коток мне тоже понравился. Вот елка у нас, друзья, очень красивая. Вы когда идете, даже с дальнего ракурса ее хорошо видно. Если вы откуда-нибудь, например, с элеватор идете, либо что-то куда-нибудь. То есть, если вы где-нибудь в другом месте находитесь, то есть, ее очень хорошо видно. Смотрите, она как красиво смотрится. То есть, елочные игрушки очень хорошо смотрятся. То есть, если вы даже где-то будете в дальней стороне города, ее будет очень хорошо видно. Вот, друзья, мы подходим уже к Камарко Полу. Находится на Коммунистической 46. И будем здесь тестировать два разных сорта чая. То есть, это два богатых сорта чая. Улунг и Пуэр. Есть еще китайский чай, который, когда вы его перезаваривали, там распускается роза. Но не знаю, в Улунге это есть или нет, я точно не знаю. Но в каких-то я пил раньше, покупал китайский сорта чая. Они еще в таких мешочках интересных продаются. Вот так вот выглядит. Марко Поло. Кофейни это называется. То есть, чай Улун, он первый сорта появился где-то 400-500 лет назад. Улун можно найти в Китае, в лесу. Дикое дерево растет. То есть, в Китае растет Улун дерево, такого вы можете его там тоже приготовить. Но он, когда аффирмации не поддается, он горький идет изначально. Улун это не зеленый чай. Если он зеленоватого цвета, он все равно не зеленый. То есть, его ошибочно, когда вы в кафе приходите, там, например, зеленый чай. Улун и Пуэр идет. То есть, ну это на самом деле не зеленый чай. Улун растет на севере, юга провинция Фузень. На севере провинции Гуандун. На острове Тайваня растет. Если Улун как и светлый чай, так и темный чай. Берут базовые Улуны, как Гуань-инь, Бодхисаттвый Гуань-инь или тайванский. Это самые богатые сорта чая. То есть, ну, почему вы, например, приходите в кафе, там, например, за один чайник, да, 150, даже 200 где-то берут. То есть, ну, это дорогие сорта чая, они очень насыщенные. И они не так на желудок влияют. Вот как вы обычный чай пьете, то, конечно, он может на желудок вам очень плохо повлиять. И на сердце, да, там, вот, например, говорят, что кофе много пить тоже нельзя. Чая тоже много пить нельзя. То есть, если вы, как бы, даже вот в чае, говорят, что в обычном, как у нас вот делают, то есть, там тоже какой-то кофейный этот содержится. То есть, если вы много чая выпьете, то есть, у вас повысится сердцебиение. И, как бы, ну, голова может заболеть, если вы сильно густо чай попьете. То есть, чай тоже надо пить в меру. А чай у луну можно заваривать, например, в маленьких чайничках и 4 часа пить, например. Вы пьете 4 часа, просто такие петок подливаете и пьете. Вон, какая-то девушка шла, улыбнулась и не видать, узнали меня. Так что, такие дела, друзья. То есть, люди, когда узнают меня, они так проходят мимо, улыбаются. Так что, теперь, друзья, я понимаю, что у всех в жизни проблемы есть какие-то, но хочу, я, понимаете, позитивнее ролики снимать, быть немного добрее. Потому что, ну, мне самому нравится, когда ты снимешь по-доброму, например, ролики на YouTube, да? Как-то с добротой. Ну, легче, намного легче, ты себя чувствуешь хорошо, у тебя настроение поднимается. А когда ты с каким-то негативом ролики снимешь на YouTube, ну, как-то самому неприятно становится, негативно. Так что, друзья, мы сейчас Марко Полу пойдем. Я вам там покажу интерьер, как все выглядит. Байс Халанов написано, ад галерея, там у него какая-то... Вот сейчас будем туда заходить. Ну, мне, знаете, что, мне приятно, знаете, с одной стороны, когда вот я YouTube-ом занимаюсь, и когда-нибудь меня какая-нибудь девушка красивая видит в городе, да, вот видит девушка красивая, вот идет мимо меня девушка красивая. И она смотрит на меня, узнает меня, и улыбается так, с улыбкой вот так вот, прям... Прям вот это вообще, вот хочу всем девушкам красивым, кто меня знает, да, кто меня может... Есть какая-то девушка красиво смотрит. Хочу сказать спасибо вам, что вы мне смотрите, потому что мне приятно это, что у меня, проходя мимо, красивая девушка улыбается. Друзья, здесь все по-новогоднему устроено, все так красиво смотрится. Смотрите, какая елка красивая, заведение очень красивое. То есть, друзья, самый первый пуэр появился, и это, получается, Шен Пуэр, как-то называется. Или же... А, да, Шен Пуэр. Это черный, темный был, темный пуэр был, черный чай, короче. То есть, ну, я так понимаю, что улун, да, улун, он может быть и темный, и любых, короче, цветов, и красный, и светлый. То есть, ну, я в кафе сейчас пришел, мне сказали, что пуэр – это зеленый чай и улун. На самом деле, это не зеленый чай, я вам так хочу сказать, потому что я вчера видео смотрел, информацию немного подчеркнул, что это, ну, просто он таким может цветом быть, как зеленый чай. Почему он не зеленый чай? Потому что пуэр, ну, пуэр, ладно, еще можно с любого дерева приготовить. То есть, пуэр готовится из сырья, то есть, его даже на несколько метров закапывают землю. На самом деле, не закапывают землю, берут просто там такие помещения, они как бы сырье, сырье такое добывают, накидкой какой-то накрывают, я смотрел, и он несколько месяцев даже может в сырье находиться, то есть, ну, несколько лет даже. А улун, улун как делают? Улун только из одного дерева делают, то есть, ну, улун, например, зеленый чай можно из любого дерева получить, без разницы какой-нибудь, да, можно из любого дерева, из любого чая, наверное, зеленый чай сделать, а вот улун вы уже, там есть одно зеленое дерево, его ростят, его специально обработка, он помогает, потому что, естественно, если вот где-нибудь в лесу Китая, в Тайване, да, найдете улун, там его заварите, то есть, высушите, даже заварите, он будет горьковатый, а он в специальной обработке, то есть, подается, ну, базовые как бы стандарты, когда улун или пуэр раньше делали, сейчас вообще эти стандарты поменялись, потому что в разных, в Америке, там, в Англии, где-нибудь в Китае, в Китае, да, особенно, там уже люди стали этому обучаться, чаям, потому что Китай, то есть, считается, столица чая тоже, и там люди учатся на это даже несколько лет, и они уже, как бы, экспериментируют, научились с чаем, и они вот разную обработку, короче, делают чая, чтобы разные, короче, могут ароматы получить, и просто вот как раньше было, один там аромат, и все, и это с ландартом было, сейчас это все делают уже по-другому, сейчас любое блюдо, любое, как бы, все делают по-другому, я, друзья, конечно, в чаях не разбираюсь, вот давайте представим ситуацию, вот придет обычный обыватель, да, как обыватель, да, можно назвать, который там, в каком-то деле не разбирается, я себе заказал улун и пуэр, и моя состоит, суть в чем? Отличить ароматы, то есть, какой больше чая мне понравится, там, да, какой больше аромат мне, то есть, я себе что-то, какой-то я заказал себе пуэр, то есть, пуэр там, где ходит, то ли с каким-то вкусом апельсиновым или каким-то, кислым каким-то, то есть, сейчас проверим, посмотрим, я вам расскажу, какой мне больше чая понравится, естественно, два чая, конечно, эти дорогие чая, конечно, они рублей 200 будут чем-то стоить, но, и, как говорится, надо протестировать, сравнить, чтобы знать, в таких чайничках чай продаются, это как бы, да, правильно, потому что, ну, не знаю, сейчас обычно в кафе вы приходите в прозрачных, вам таких пластиковых, пластмассовых чайничках подают, здесь как бы все, вот, чугунный, да, можно сказать, то есть, ну, это вообще самое правильное, думаю, в Китае тоже, когда чайно приготовляют, я вчера смотрел, они тоже такие всякие железные чайнички используют, вот, написано 2020, уходи, ну, это как бы плюсом вообще, он там у меня пуэр, а, или улуны, точно не знаю, улуны, да, походу, этот пуэр, сейчас попробуем эти два чая, пуэр с улуном, детям такой чай, пуэр с улуном, можно как бы пить, но в маленьких дозировках сильно тоже много его пить, нельзя детям, ну, как бы он безвредный, в принципе, чай, ну, просто не рекомендуется, я не знаю, почему, и этот какого, на голодный желудок тоже этот чай лучше не пить, то есть, он, в принципе, на желудок, конечно, малое воздействие оказывает, но, то есть, много чая почему-то тоже, ну, как бы, вот такие эти у вас кружечки, есть маленькие, да, и вы там, например, в день там попиваете маленько чая, то можно, кстати, чай хороший вообще, то есть, мне персиковый вроде бы пуэр принесли, персиковый, да, и такой аромат приятный, кстати, вообще, и сейчас нюх вообще персиком хорошо пахнет, вообще, прям классный чай, то есть, чай классный вообще, вот реально, вы просто аромат, вообще, персиковый такой аромат, то есть, марка пола, хорошее кафе, вообще, суперская, здесь можете креветки, тигровые, помещение здесь маленькое, если честно, очень маленькое, вот побольше надо, это хорошее чайное, то есть, чай сказать, не такой прям, это как густой, там, как-то вот, вы когда черный чай пьете, прям такая горечь вас отдает, или что, что-то здесь он такой чай, мягкий вкус, сейчас будем улум пробовать, посмотрим, это чай хорошего, можно часами пить, и он, кстати, вообще хорошо бодрит, то есть, по цвету, друзья, отличается, пуэр вроде бы, он как-то светлого оттенка, этот идет темный, то есть, эти чайи, они могут и вот такого цвета быть, и светлого, это, в принципе, без разницы, то есть, это на вкус, аромат не влияет, ну, то есть, улум, это он чуть-чуть, как бы улум, я бы сказал, чуть-чуть, наверное, я думал сначала, что пыр он будет чуть-чуть пожестче, но у пыр, чуть-чуть помягче вкус, а улумный, вроде бы, да, он идет этот, как у, чуть-чуть пожестче, чай, то есть, если вы хотите взбодриться, вообще, да, хорошо, то улум покупайте, здесь улум, он самый дешевый, 140 рублей стоит, я, в принципе, себе улум заказал, пуэр, и, да, конечно, улум, немного, улум, он немного, как бы, другой чай, вообще, вот отличия у них, вообще, разительные, то есть, если вы пыр пьете, то улум, он больше подходит, для чайных церемоний, я вам хочу сказать, то есть, он такой мягкий вкус, вроде бы, знаете, вот, что я хочу сказать, вот, вроде бы, улум, я помню, когда-то, какие-то китайские чай покупал, и я их заварил в чайнике, и они потом, такой, красивым, таким цветком, распускались, вот, когда чай заварится, китайский, он вот так вот, распускаться начинает, только, прям, аж красивая роза, у вас там, плавает в чайнике, прозрачную, когда вы завариваете, для мутокаря, она красивая, вообще, здесь коктейли, за 175 рублей, молочные коктейли, с анчаном, и мятным сиропом, анчаном, и всякие разные здесь, но это тассейн, в принципе, вы сюда приходите, кофе попить, отлично, я не знаю, то есть, про Луну, что хочу сказать, он тоже хороший чай, он больше бодрит, как бы, вы его пьете, прям, вообще, хорошо, вот, хороший чай, не знаю, с собой, наверное, чай нельзя было, у них, ни бутылки, ничего нет, но я напью здесь чай, вот, потом в туалет, если что, схожу и поеду, как-то жалко, мне такой чай оставлять, флешки, конечно, у меня памяти не хватит, но пуэр, пуэр, пуэр даже, да, сейчас посмотрим, блин, здесь даже не написано, какой чай есть, ну, то есть, мне сначала пуэр, вроде бы, подали, пуэр, как бы, вкус мягче идет, а улун, улун, он, как бы, он лучше бодрит, и его даже можно, за место кофе пить, ну, улун, если честно, кто-то рассказывал даже, кто вдоль, ну, вот, даже как чифер заваривали, улун, и использовали, как чифер, он тоже подходит, я, конечно, не знаю, и это неплохо, то есть, друзья, я что хочу сказать, что, у пуэра, он как-то более ароматный чай, с абрикосом, вроде бы, или как-то, точно не помню, подали, ну, то есть, более ароматный чай, то есть, пуэр считает, что это, как бы, зеленый чай, на самом деле, это не зеленый чай, то есть, ну, как бы, улун, он более мне понравился, не улун, а пуэр, он мне больше понравился, то есть, вкус более ароматный чувствуется, вот, а улун, вы знаете, чем хороший, вы когда его пьете, улун, у вас тряже только потел, жар такой, вы согреваетесь, вот, если вы, например, в принципе, эти чаи можно везде в магазине купить, ну, кстати, через дорогу есть, этот, какого, магазин чая, на Коммунистическом 43, возле гостиницы, в Мурятии, вы, как бы, за гостиницу в Мурятии заворачиваете, в сторону советской улицы, там есть чайный отдел, он, конечно, дорогой, его можно там купить, и, как бы, улун, он более, тем он, чем он лучше, он то, что, согревает, если вы хорошо, и, бодрость чувствуете, а, куэр, он больше ничего подходит, он такой, больше каких-то посиделок, когда там посидеть, ароматом насладиться, как бы, да, вот этого, первого, то есть, вот так, вы даже нюхаете, поэр, аромат, такой, приятный, то есть, поэр, он, это ароматизированный чай, можно хоть, любым, как бы, вкусом делать, там, и лимонный есть, и персиковый, и апельсиновый, наверное, можно, то есть, ну, хороший чай, его как бы, вот так, например, сидите за разговором, например, вот, например, вы заказали себе, что-нибудь там, это, какие-нибудь пирожины, сидите там, за беседой, с кем-нибудь, разговариваете, наслаждаетесь ароматным чаем, прям, вот, чувствуется, мне, наверное, лимонный, и вы, и вы, и дали, то есть, вот, прям, вообще вкусно, до опору, кстати, больше мне понравился, более ароматный, что-то, прям, вообще вкусный, здесь, пашусь, икровые креветки, заказал, попробуем, друзья, если, креветки, решил заказать, за 690 рублей, то есть, и вот, сколько креветок вам дают, ну, то есть, изначально, сюда пришел, чай протестировать, и креветки заказал, лимоном, я думаю, их сверху надо, как-то поливать, вот такой соус, ну, то есть, дорого, но один раз можно, как говорится, если я ютюбом занимаюсь, я должен вам что-то показывать, интересное, всем спасибо, кто смотрит меня, теперь мои ролики, будут только добрые, позитивные, ну, друзья, сейчас, наверное, как лимоном, да, их очень верно, или как их, в общем, я не знаю, сейчас буду креветки пробовать, не, кстати, креветки уже пробовал, если вы хотите креветки попробовать, да, то это, я кафе тестировал, там подавали, получается, вог с креветками, там тоже, в принципе, столько же креветок делали, то есть, вог с креветками, если вы смотрели, мой обзор, то там вообще брево, креветки хорошие, вообще офигенные, если вы ни разу не пробовали креветки, то а стоит, мне кто-то зло нечего отвечу, друзья, извиняюсь, я много разговариваю, просто, я буду разговаривать, сейчас мы будем, креветки, они вообще хорошие, как бы, масса от них не затошнит, ничего, и, кстати, вот этого, что мне сейчас принесли, ну, штук 10 креветок, в принципе, мне этого будет достаточно, то есть, хорошие креветки есть вообще, я, конечно, не такой, прямо креветки пробовал, а мне вок с креветками понравился, это кафе, Crazy Manki вроде бы называется, вот где Арбат находится, чуть-чуть подальше идете, там такой кафе находится, Funky Manki называется, вот там, вок с креветками, прямо все, такой, самый лучший, я вок, конечно, не забираюсь, но мне вам показался там, самым вкусным, так что, таки дела, здесь тоже креветки хорошие, извиняюсь, друзья, я приехал сюда чай тестировать, а мне креветки здесь вообще понравились, решил вам снять, кстати, вот я хочу сказать, что здесь правильно креветки готовят, не вкусно, вкус такого как бы, обычно, когда вы плохие креветки едите, то они могут крабовыми палочками отдавать, если это такое получается, то значит, значит, получается, что это креветки не самые лучшие, они должны крабовыми отдавать палочками, но у креветок другой совсем вкус, как бы, и не вкус рыбы, и не вкус крабовых палочек, совсем другой, так что такие дела, все, я доел, всем спасибо, кто меня смотрит, хоть, друзья, еще десерт заказал себе за 190 рублей, так что мне все вышло на 1000 рублей с чем-то, будем сегодня кушать десерт, сейчас нам принесут, протестировал, мне еще 3 минуты осталось записи, сегодня видео вышло, наверное, на 40, на 50, наверное, ну ладно, ничего страшного дома, хоть я десерт заказал, такой творожный, такой ягодный, творожный десерт, очень вкусный, он не сильно сладкий, он такой чуть-чуть кисловатый, вот, супер, друзья, у меня память заканчивается, я десерт пробую, вот этот десерт хороший, он не сладкий, но кисловатый, творожный, как бы хороший, сейчас посмотрим, насколько у меня все вышло, вышло на 1170 рублей, я думаю, один раз можно, я думаю, прийти сюда, десерт заказать, вот такой вот, который я сейчас кушаю, вот так вот он выглядит, и чай, пуэр, можно молочный пуэр заказать, без разницы, и вообще, ну нормально, думаю, посидите, отдохните, вот, всем пока, друзья, я сейчас десерт доеду, поехал, потому что у меня память заканчивается уже, если, ну можете с перемоткой смотреть, я понимаю, что это видео очень длинное, так что еще раз всем пока, спасибо, друзья, Субтитры сделал DimaTorzok